Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал Политека. Как всегда, мы благодарны вам за ваше внимание к нашему проекту. Не забудьте это видео также поддержать вашим лайком, подпиской на канал, кто еще не с нами. И пишите ваши вопросы или комментарии. Друзья, как всегда, то, что вас интересует, мы разбираем с нашими уважаемыми гостями. Сегодня с нами на связи Геннадий Дубов. Геннадий, здравствуйте, рад видеть. Здравствуйте, Довард Зайна. Напомню, есть такой проект «Легист». Это совместный проект Геннадия вместе с нашим другом, экспертом Андреем Вегеринским. Поэтому, друзья, также приглашаем вас на этот проект. Ссылочку оставим в описании к этому видео. Геннадий, умеют наши представители власти удивлять, и не только власти, но и военные, поскольку в телеграмме в сухопутных войсках было такое объявление или предупреждение о том, что важно понимать, что значительная часть контента в социальных сетях, где изображены военнослужащие вооруженных сил Украины, якобы служащие ТЦК и конфликты с ними, это продукты враждебных подразделений информационных операций. Мы получаем данные об организации съемок таких сюжетов на временно оккупированных территориях. Элементы типичны. Люди в украинской форме вместе с людьми в форме национальной полиции вступают в конфликты с местными жителями. Мы призываем ответственно отнестись к любым подозрительным видео, и тогда противник не достигнет цели в своих информационных акциях. И тут сегодня появляется видео с представителями ТЦК, с полицией, которые, ну там не совсем видно, вроде бы он собирался или так намеревался он, представитель ТЦК ударить женщину. А все происходит, потому что эти представители хотели мобилизовать мужчину, скажем так, операция, бусификация, она продолжается. Женщины решили защитить этого мужчину, ну и получили, скажем так, отпор. Один другому говорит, что давай заберем телефон, тот говорит матерным словом, давай сюда быстро телефон, ну и так далее. И вы знаете, тогда и возникает логичный вопрос, а где же правда, а где ИПСО? А где просто удобный способ назвать свои же праваты врожденным вбросом? Ну, парадокс заключается в том, что здесь все перемешано. Вот кони, люди, правда ИПСО, реальность наша, все смешалось, и отчленить одно от другого не представляется возможным в принципе. Это все происходит на фоне, скажем так, любви нашего массового сознания к исключительно хорошим новостям. Ну, давайте попробуем проанализировать ситуацию. Выгодно ли врагу каким-то образом информационно срывать мобилизацию? Безусловно. Мы видим реально постановочное, прям вот профессионально постановочное видео, не в плане бусификации, а в плане короткометражных фильмов, которые касаются и мобилизации, и там неравенства и так далее, в которые, очевидно, вкладываются огромные средства и которые разгоняются по социальным сетям. Это факт. Мы видели много эпизодов так называемой силовой мобилизации, которые потом находили свое подтверждение в соцсетях, и на них рефлексировали органы и военного управления, и органы государственной власти, и уполномоченный по правам человека неоднократно высказывался по этому поводу. И нет на сегодняшний день никакого ресурса, где бы мы могли зайти и посмотреть реестр условно верифицированных этих посадок в бус, или неверифицированных. И в этом смысле позиция для ТЦК в плане отражения критики, она удобна. Они говорят часть действительно отвечающей информации, где говорят о том, что враг может использовать. Они экстраполируют, соответственно, подобного рода подход на любые информационные сообщения подобного характера. И здесь как раз препятствие, поскольку если существенная часть все-таки подтверждается, ну там где не прямо художественный фильм, а съемки на улицах, то это ставит под сомнение тезисы органов государственной власти. И основная проблема даже не в том, какое соотношение реальных видео и видео вероятных постановок. Мы тоже не можем исключать, что частично такие видео действительно являются продуктом вражеской пропаганды и ПСО. Но мы имеем отсутствие понимания и у граждан, и у самих работников ТЦК, а как же это должно выглядеть в предусмотренный законом способ. Не существует сегодня понятия и понимания, как будет действовать усиленный закон про мобилизацию, как будет проходить административное задержание, в какой форме и виде должны на улицах останавливать и, соответственно, куда потом доставлять, сколько людей в розыске в системе АБРИК, которые не пришли обновить свои данные, а срок еще, кстати, не истек. И много-много подобного рода вопросов, они остаются как бы просто полным пробелом. Мы не видели, кроме очень отдельных случаев, попыток привлечь к дисциплинарной или иной ответственности лиц, которые очевидно нарушали требования нормативных актов. Но и в целом ситуация, когда именно военные на улицах наших городов применяют средства принуждения, она не совсем нормальная, просто в силу природы такого института, как вооруженные силы. Этот институт направлен на отражение агрессии извне, а легальное насилие внутри должны совершать органы внутренних дел при наличии законных оснований. Вот в этой части у нас все перемешалось, и мы выйдем, к сожалению, на ситуацию, когда у органов власти и у ДЦК будет своя правда, а у рядовых граждан своя. И это противостояние необходимо решить исключительно в способ, предусмотренный законом, путем предоставления четких ориентиров, кто что может, кто что не может. Но сегодня вот власть в плане подобного рода информирования категорически не справляется. Ну то есть власть в этом вопросе, она проиграла? Ну еще как бы мы не зашли еще в ситуацию, когда мы увидим намного больше подобного рода эпизодов. Это объективно и естественно будет по истечении 60 дней и по формированию окончательного списка лиц, которые укрываются от явок в ДЦК. То есть когда будет система Абрик, когда будет у всех там этот ВИН-код, или у кого-то не будет, вот у кого нет этого ВИН-кода, и висковый индивидуальный номер это расшифровывается, тогда с необходимостью человека будут доставлять к ЦК, сверять его данные и принимать в соответствии с законом решения. На сегодня еще срок обязательного обновления данных не истек. ВИН-номера получили там, ну может сотни, может несколько тысяч человек по всей стране. И что делать с этим резерв плюс еще никто не понимает. Порядок по сути не утвержден или не доведен надлежащим образом до всех сторон. И как бы пик процесса мы будем ждать, наверное, во второй половине июля. И вот до этого времени хорошо бы отработать все механизмы взаимодействия власти и общества, чтобы не допускать соответствующих конфликтов. Ну смотрю я сейчас на свой резерв плюс. После того, когда я обновил данные, меня показывают какой-то уникальный номер. Я так понимаю, это же не тот ВИН-код, о котором вы говорите, или тот? По идее тот, но дело в том, что еще не доведена до ума электронная страница. То есть не приравнен до конца ВИН как приложение к военно-учетному документу. То есть на сегодня каждый военно-обязанный должен носить с собой в соответствии с законом военно-учетный документ. Там, по идее, должен быть этот ВИН. Если у вас приложение и QR-код из приложения, он, вероятно, синхронизирован с оберегом. Но это, по сути, все равно не в полной мере выполняет требования закона о ношении с собой военно-учетного документа, поскольку военно-учетный документ в электронной форме, еще на уровне отдельного порядка и приложения к нему, он еще не легализирован. То есть мы то, что должны были решать заранее, решаем в процессе. Геннадий, а как вам кажется, мы уже, скажем так, на шагу некой фрагментации того, что общество начинает делиться даже по этим ситуациям, о которых мы сегодня говорили, и в целом то, что мы наблюдаем в социальной сети, когда есть часть общества гражданских, часть общества военных. Ну или, вернее, даже по последнему видео можно сказать, знаете, противостояние женщин и ТЦК. Ну, женщины чувствуют себя, ну, по большому счету, безнаказанными. Они, ну, внутреннее ощущение иное. Хотя я скажу страшную вещь, женщины тоже люди, и они в соответствии с законом про мобилизационную подготовку и мобилизацию тоже подлежат мобилизации. Чтобы просто разница мужчин и женщин, разница в порядке мобилизации. На сегодня на основании, прежде всего, подзаконных актов и отдельной нормы закона женщины могут мобилизироваться только добровольно. Но это меняется ситуация тоже буквально одним маленьким, в одну строчку проектом закона. Военная обязанность существует и для мужчин, и для женщин. Это нужно осознавать. Женщина – это, условно говоря, человек, который имеет такую бессрочную отсрочку. Извините за тавтологию такую. Но понимаете, как получается, что мы не фрагментируемся сейчас с точки зрения понимания правил и процедур, мы всегда были фрагментированы. Говорю вам как специалист в области права, поскольку я знаю примерно, как видит обыватель закон, как закон реально написан, и как его видит государство. Обычно это были всегда три разных реальности, более или менее совпадающие. Просто вот эти вот острые моменты нашего бытия, нашего современного состояния – это обостряет и становится очевидным несоответствие взглядов на право. Но существовало оно, я не побоюсь этого слова, совершенно всегда просто поводов было мало, или они касались локальных групп людей. На сегодня это касается практически всех, все об этом говорят, это видно, и нам начинает казаться, что мы распадаемся в плане понимания нами закона, которые действуют в нашей стране. Так было всегда, просто сейчас это затронуло максимальное количество лиц. В Одесской области командующий территориальной обороной во время войны заставлял подчиненных строить ему частный дом. За это трое военных более года получали доплаты якобы за выполнение боевых задач на передовой. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, а это еще раз подтверждает, как говорят, кому война, ну а в нынешних условиях – а кому дача. При этом было сообщение, что в Черкасской области во двор сотрудника ТЦК бросили гранату. Мы ведь понимаем, что просто так взрывчатка во двор, она не прилетает. Вот я ухвачусь за ваши слова, когда вы сказали, что пик, он может припасть на июль. Как вам кажется, есть ли какой-нибудь, условно говоря, код народа или код протеста, а пленые условия при раскладе каких настроения народа, общества, они уже, скажем так, переступают грань, когда уже невозможно терпеть? Ну вы знаете, посчитать это невозможно. Это всегда процессы спонтанные достаточно. И организованного протеста в этом смысле быть не может, просто в силу того, что на сегодня закон запрещает мирное собрание. Если разговоры на кухне, на тему противоречий с государством будут, они уже происходят на самом деле, в ряде случаев. В ряде случаев, безусловно, нет. Если разговоры на кухне будут создавать или снимать, наоборот, общественное напряжение, то это может и закончиться так. Просто вопрос заключается в том, что даже если эта энергия негативная, социальная будет накапливаться, то каким образом она может выплеснуться вовне? Каким образом она может повлиять на отношения людей и государства? На сегодня очевидных путей этого влияния мы не видим. Такое влияние обычно происходит или, условно говоря, в моменте Майдана, что исключить можно практически полностью в связи с тем, что страна находится в состоянии военного положения и войны в горячей фазе, с тенденцией на ухудшение. Мы сегодня видим, что наступает не украинская армия, а наоборот, противник. Или подобного рода настроения могут реализоваться во время выборов, демократических процедур. Выборов у нас тоже в ближайшее время не предвидится в силу требований закона, которые их запрещают. Более того, как я сказал выше, и мирные собрания запрещены, соответственно, законом. Возможно ли в этом случае представить некий институциализированный, как условно говорят, протест ФОПов против повышения налогообложения, а так движение украинцев за защиту своих гражданских прав в текущих условиях? Я этого представить не могу. Снова-таки, прежде всего, в силу фактора войны, который имеет ряд следствий. В том числе и некий момент сдержанности психологической. Поскольку мы понимаем, что состояние войны накладывает в том числе ограничения на ряд прав лица. Мы видим, например, это по примеру ограничения свободоперемещения. Но к протестам каким-либо это не приводило, а у нас уже горизонт более двух лет. Не приводило. Почему? Потому что, так или иначе, для общества, для сознания массового, есть, безусловно, рациональное объяснение, почему так происходит. И насколько это объяснение в виде войны будет в дальнейшем удовлетворять нашего обывателя, предсказать, наверное, на сегодня невозможно. В то же время, мы видим интересные инициативы. Я, насколько помню, это был в свое время юрист 95-го квартала. Сейчас исполняющий обязанности главы правоохранительного комитета Верховной Рады Сергей Ион Нашус. Ион, если я не ошибаюсь, вот так, правильно. Ион зарегистрировал проект закона о военной полиции. Военная полиция получит право выявлять, предупреждать и пресекать преступления среди резервистов и военно обязанных в общественных местах, на улицах, на объектах инфраструктуры и транспорта. В законопроекте 65-69-Д, который готовится принять Верховная Рада. И во всем этом я уже многие комментарии видел. Один из таких главных, наверное, вопросов. Предусмотрено ли, или, скажем так, смогут ли сотрудники военной полиции в случае принятия вышеуказанного закона применять эти все нормы, например, к тем, кто уклоняется от военной службы? Скорее всего, нет, поскольку вопрос заключается в чем? Из военной полиции не стараются сделать классический правоохранительный орган. В свое время и в независимой Украине существовала так называемая военная юстиция. Полная система. Военная прокуратура и военные суды, прежде всего. Ну и военная служба правопорядка. То есть все уголовные правонарушения, которые совершаются прежде всего во время несения военной службы, они расследовались специальными прокурорами. Они, соответственно, шли на рассмотрение в военные суды. Начиная где-нибудь с 2012 года потихоньку эту систему уничтожали. То есть военных судов у нас уже давно нет. Военных прокуратур тоже. Существуют некие специализированные прокуратуры в военной сфере, но они по сравнению с классическими военными прокуратурами имеют суперограниченный функционал. Прежде всего, они не расследуют уголовные правонарушения. Это все отдано на откуп Государственному бюро расследований. Что у нас происходит с точки зрения расследования военных преступлений, скажем, в сфере несения военской службы? Ну, мягко говоря, это можно словом катастрофа назвать. Вот на канале Легист, который вы упомянули, есть видео с военнослужащим, очень известным в прошлом украинским журналистом, Владимиром Бойко, который эту тему серьезно изучает. И он на практике работает, будучи в рядах вооруженных сил, с разного рода юридическими вещами, которые касаются уголовного преследования, дезертиров и прочих лиц, которые подозреваются в совершении преступлений. И там, как бы, ну, очень, очень, ну, скажем, мягко проблемная ситуация. То есть, и вот такой же вопрос задавали мы, когда брали это интервью. Ответ был такой, поздно пить боржом, и когда почки отвалились. То есть, на сегодня уже даже военная полиция в этом смысле, она порядок не приведет. В чем проблематика? Проблематика заключается в том, что у нас по дороге еще усилено было законодательство против, в частности, дезертиров, против так называемых СЗЧ, тех, кто самовольно часть и покинул. И все это в итоге, чтобы так перемотать коротко, кому интересно, там больше часа посмотрит, привело к тому, что сегодня преследовать, например, этих СЗЧ-шников никто не собирается. У нас даже глава ГБР выходит и говорит о том, что они стараются, по сути, он так говорит не прямо, но по сути он говорит то, что они стараются не привлекать к ответственности, а стараются найти лицо и вернуть его в воинскую часть. Что закону не соответствует от слова совсем. Там обязательно привлечение, СИЗО сразу, безальтернативное, по сути, и потом лишение свободы без возможности назначить условное наказание. А цифры там просто такие, я даже не хочу их озвучивать еще раз, там просто они вызывают очень бурные эмоции, скажем так. И в этой связи это попытка каким-то образом упорядочить, в частности, грубо говоря, когда вот представьте, что военные тоже совершают правонарушения, иногда они нарушают нормы, которые касаются пользования оружием, перемещаясь, в частности, по территориям, где не ведутся боевые действия. И куча проблем, когда просто патрульные полицейские или иные, не военные, правоохранители, пытаются, соответственно, каким-то образом влиять на военных, которые находятся на территории, и возникает много конфликтов и недопониманий, скажем, тоже так мягко. Поэтому привлечение и создание военной полиции – это, скорее, попытка упорядочить систему самих вооруженных сил. То есть, чтобы в подчинении министра обороны, кроме ВСП, кроме военной службы правопорядка, был орган, который позволял бы осуществлять такой оперативный взор и контроль над военнослужащими, прежде всего военнослужащими, в части соблюдения ими норм действующего законодательства. Но, опять же, мы пытаемся это делать на третьем году войны. Мы по-прежнему не имеем на сегодня эффективной системы правоохранительных органов, которые бы расследовали дела по Ухылянтам, по СЗЧ, по дезертирам и по многим другим. И как из этого всего выгребать и выбираться, никто на сегодня не понимает. Просто вы знаете, в целом, когда ты читаешь новости, я понимаю, конечно, во время войны особо таких хороших новостей искать не приходится. Но этот законопроект, потом мы помним, что где-то около двух недель назад нацгвардии также расширяли полномочия, что там и можно будет использовать служебный собак, дубинки, электрошокеры и многие другие инструменты. И в целом складывается впечатление, к чему готовится украинская власть при таких полномочиях силовой структуры. Полномочий хватает и сейчас. Тут проблема не в полномочиях. И ответственность очень-очень серьезная. Проблема в том, что полномочий увеличивают, увеличивают меру ответственности. Но во вторую очередь думают, каким образом это все реализовывать. Каким образом это все реализовывать, а это вопрос ключевой. Это вопрос ключевой. Ну вот, к примеру, по этим СИЗЧ-шникам. Убрали админатветственность, когда лицо там три дня покинуло воинскую часть, а потом вернулось. Вот убрали ее и ввели уголовку. Теперь такого человека в любом случае даже условно осудить невозможно. Его нужно садить в СИЗО и отправлять в тюрьму. Но эти нормы игнорируются просто в силу того, что если их прямо исполнять, вот как написано в нормативных актах, настанут очень-очень плохие негативные последствия в целом для вооруженных сил и государства Украина. Поэтому, с одной стороны, государство вводит одной рукой соответствующее ограничение, предоставляет полномочия. А с другой стороны, оно же не исполняет эти нормы, поскольку понимает, что они способны пошатнуть систему. И вот между этой ссылой и Харибдой мы как-то каким-то образом по наитию идем. И в части предоставления там или будет военная полиция, не будет военная полиция. К примеру, там ТЦК, оно получило право каким-то образом там людей останавливать, требовать документы буквально вот в мае с вступлением в законную силу усиленной мобилизации. Однако мы, наверное, же не с мая видели подтвержденные случаи, когда вот эта вот бусификация происходила. Там в Одессе какое-то отдельное царство, они живут, такое ощущение совершенно по своим законам, которые с законами Украины не сильно совпадают вот в этой части. Поэтому вопрос принципиальный заключается не в том, кому предоставят некие полномочия, предусмотренные законом, а когда мы научимся исполнять нормы, которые существуют на сегодняшний день. Вот ключ и проблема лежит именно в этой плоскости. Предоставляй полномочия, не предоставляй, если орган, например, не будет их выполнять, или будет выполнять с превышением, или он будет действующей полномочия тоже выполнять с превышением, или просто игнорировать. Вот в этом ключ, скажем так, вот такой эрозии и правопорядка, которые мы на сегодняшний день наблюдаем. И сюда бы внимание и энергию власти направить, но у нас есть некая иллюзия, такой правовой идеализм, когда мы очень часто какую-то существующую реально проблему пытаемся решить лишь принятием норм закона. Вот у нас первое, что приходит в голову любому человеку, кто при власти, если он видит проблему, и она становится важной в определенный момент жизни нашего общества, это нужно принять закон, и закон как бы сам по себе должен эту проблему разрулить. Нет, закон исполняют люди, если есть у них компетенция, желание, организационная стойкость, эффективность и прочее, тогда эти нормы реализуются в жизни. Если этого всего нет, или оно работает наполовину, то и результат будет другим, нежели вы задумали на этапе принятия нормативного акта. То есть, по факту, это опять же вопрос к власти в плане ее коммуникации, поскольку, знаете, некую наблюдаемую развилку. Есть пряники, а есть кнут. Пряники у них закончились, ну или вернее даже не находятся. Есть по факту только кнуты. Штрафы, какие-то принуждения, есть полномочия, но опять же, надо правильно разъяснить, а этим никто не занимается. Вот есть закон, вы исполняете. Ну, примерно так, только вопрос в том, насколько этот кнут, он тверд и способен причинить боль в массе. Этого никто на сегодня не знает, поскольку, вы поймите, что у нас и сейчас уже есть вопросы к тому, насколько эффективно те же ТЦК могут проадминистрировать людей в таком количестве. Когда вступят нормы, которые предоставляют возможность накладывать штрафы, или когда сроки подойдут, насколько много будет людей, которые данные свои не обновили, или потом обновили, но не пришли по повестке, которую обязательно отправят. Сколько, когда мы придем к ситуации, когда сотни тысяч людей, или если не миллионы, мы не знаем цифру, будет необходимо привлекать к административной ответственности, делать это быстро, оперативно, как на это среагируют те, кто должен протоколы эти выписывать, как это быстро переварят и рассмотрят суды и прочее, и прочее. То есть проблем настолько много и настолько сжатые сроки реализации этих полномочий, что результат здесь, на мой взгляд, принципиально непредсказуем. Тут, может быть, или наше государство научится исполнять четко, слаженно все то, что от него требует закон в плане отдельных органов, или мы получим какое-то такое броуновское движение, которое будет подчиняться некой своей логике и во многом формироваться случайно. Ну, вы знаете, довольно показательно недавнее заявление из Филиппин. Ранее мы зачастую обращались, что в плане военных поставок нам предоставлено, а сейчас было заявлено, что Филиппины планируют отправить в Украину психологов. В рамках гуманитарной помощи страна готова направить к нам психологов и даже психиатров. Они будут помогать военным адаптироваться к мирной жизни. Это, кстати, проблема большая, мне кажется, поскольку я неоднократно слышу и вижу это также в социальных сетях, когда военные заявляют, что, а я не знаю, как дальше, у меня уже этот, ну, условно так говоря, адреналин войны, он уже присутствует в крови, и каким образом снова возвращаться к мирной жизни и революбоваться в общество, здесь большой вопрос. Ну, проблема известна человечеству, известна давно. В Париже есть так называемый дом инвалидов, прекраснейшее здание, там комплекс или комплекс зданий, которое Наполеон, если я не ошибаюсь, строил как раз для военнослужащих, для их реабилитации после войн еще, соответственно, 19 века. С этой проблемой сталкивались все примерно. Вот, может, кто помнит, вот эти всякие челленджи в США, типа там отжиманий и прочее, это все делалось как раз по мотивам также вот ветеранских моментов и адаптации ветеранов, в том числе было связано с тем, что ветераны совершали по 12 самоубийств в день в таком государстве, как США. Это статистика американская, ровно вот отсюда родилась эта история с отжиманиями. Но в этой всей конструкции я, честно говоря, филиппинских психологов вижу очень слабо. Я просто не могу себе представить, как люди с другого конца шарика нашего, который называют планетой Земля, как они, прибыв на территорию Украины, не понимая ни ментальность, ни специфику, не зная языка, как они смогут помочь нашим военнослужащим преодолевать все те негативные моменты, которые принесла в их жизнь война. Вот убейте, я не понимаю. Зачем, и насколько я читал, что эта просьба была высказана украинской стороной. Ну, вот я, может, чего-то не понимаю, не знаю про филиппинскую психологию и психиатрию. Ну, я точно ничего не знаю про филиппинскую психологию и психиатрию. Но я, вот просто у меня не хватает фантазии представить, каким образом такие специалисты помогут. Ну, специалисты там хирурги, хорошо. Там специалисты по разминированию тоже, окей. Ну, и много других профессий, которые бы сегодня могли бы помочь Украине преодолевать все тяготы и лишения, они бы, наверное, были бы полезными. Но психологи, в моем понимании, это совершенно где-нибудь на предпоследнем месте, просто в силу специфики работы, где базовым является общение между людьми. Это же там не анестезиолог, не стоматолог. Это специалист, который работает, по сути, с душой человеческой, с его сознанием, с его психической организацией. Как поступать? Ну, как бы я с филиппинцем иногда общался, было в жизни. Ну, это другие люди совершенно. Это люди, которые, наверное, прекрасны по-своему, но они отличаются от украинцев ментальностью, историей, там, расой, температурой, в которой они росли, количеством влаги в воздухе, ну, и примерно всем остальным. Поэтому какая тут будет эффективность? Ну, возможно, мы чего-то не знаем, и филиппинская психиатрия на подъеме, и, возможно, они умеют работать и с людьми, которые представляют другую культуру. Как говорит один мой знакомый, будем смотреть. Марьяна Безугла недавно заявила, что все украинцы, которые не станут на военный учет из-за границы, должны сдать украинские паспорта на вопрос, готова ли она потерять 11 миллионов граждан, депутат спросил, а что, они наши? Они ведь сделали свой выбор. Вы знаете, вот с таким отношением от народных депутатов, в целом, если бы украинцам предложили, условно говоря, там, через ДИЮ сделать кнопочку, чтобы они вот так в раз отказались от украинского гражданства, то еще больше бы мы увидели как раз вот таких, скажем так, шагов на то, чтобы попрощаться с этим государством, или нет? Ну, вы знаете, вот Марьяна человек идейный, безусловно, яркий и знаковый для нашего современного этапа развития, безусловно, тут я признаю. Однако она и подсвечивает вот ровно проблемы системные нашего государства, которые мы с вами в том числе обсуждали выше. Вот она, человек, который занимает должность, избранный, мажоритарщик, народный депутат Украины, является носителем властных полномочий. Она является членом коллективного органа и ряд полномочий, в том числе, может, как бы, выполнять индивидуально. И у нас нет культуры и понимания того, что чиновник должен действовать только на основании, в способ и в границах, которые предусмотрены Конституцией и Законом. Это базовое правило, оно у нас написано в части 2 статьи 19 основного закона. И Конституция Украины, закон Украины про статус народного депутата, закон про регламент Верховного Совета, не предоставляет народному депутату Украины любому право нести херню полную. В том числе такого права нет и у Марьяны без углы. Поэтому это свидетельство не совсем полного понимания своего места в государственном механизме и того объема полномочий, которое украинский народ предоставил народному депутату. Да, спасибо, Геннадий, за такой четкий ответ. И я думаю, что многие наши зрители также могут присоединиться и написать свою мысль в комментариях к этому видео. Геннадий, я только в завершение хочу вас спросить. Вот то, что мы с вами проговаривали, отношение власти к народу, народу к власти, ТЦК, военная полиция в целом, есть ли и нужен ли какой-то, может, на тоже психологическом таком уровне, предохранитель от всех тех последующих, или вернее последствий, которые нас ожидают в будущем. Мы понимаем, что в какой-то мере они, возможно, даже и неизбежны. Ну, вы понимаете, вся философия республиканской формы правления, вот того, что мы называем права человека, и светлыми стандартами, в том числе европейскими или евроатлантическими, они предусматривают, что вот начиная с, собственно, этого 18 века, вот такие мыслители, как Руссо, Монтеские, Гоббс, Лок и многие другие, они говорили о чем? В чем философия вот этого нового времени? Она заключается в том, что правовое государство стоит, прежде всего, на позиции, когда право и закон существуют не для того, чтобы население ставить в рамку, а для того, чтобы создавать рамку для самого государства, очерчивать пределы его вмешательства в жизнь индивида, лица, человека, который обладает правами и свободами. И в этом смысле государство обязано быть эталоном законности, оно обязано выполнять те нормы и ограничения, в том числе прежде всего ограничения, которые закон предписывает государству. А это как раз проистекает из нормы, которую я чуть выше цитировал, что государство и любой чиновник должен действовать не так, как хочется ему, не так, как кажется, даже не так, как правильно, а только так, как предписано ему законом, которое само же государство принимает. Вот если мы будем исходить из этой парадигмы, у нас все будет хорошо, то есть когда государство задает эталон законности и, соответственно, требует законного поведения со стороны граждан. Это прекрасно, это столетиями опробованный государственный механизм. Если мы пойдем по пути, что государство будет делать то, что считает целесообразным, не сильно обращая внимание на ограничения, препятствия, нормы, полномочия и прочее, что содержит наше законодательство, а с людей требовать по полной программе, тогда мы вернемся чуть-чуть ранее, чем в XVIII век, когда все эти идеи начали имплементироваться в жизнь, прежде всего в американской конституции, во французской революции, ну и прочих событиях, которые имели место в истории человечества. Человечество этот путь проходило. Если мы не осознаем, что государство само обязано следить за тем, как его чиновники закон реализуют, и ставить это на первое место, а только на второе место ставить обязанности людей и требовать что-то с них, тогда у нас не сильно хорошая ситуация. Но если мы поймем это, тогда мы и победим, победим прежде всего, оставшись цивилизованным обществом, которое исповедует те ценности, которые декларирует. Друзья, Геннадий Дубов был гостем этой программы. Не забудьте также и проект Легист. Мы приглашаем вас на эту платформу. И не забудьте поддержать это видео вашим лайком, подпиской на канал Политека. Будьте вместе с нами, друзья, еще больше гостей, мнений на этом канале. Ну и также пишите ваши вопросы. В следующей программе мы попытаемся на них найти ответ. Геннадий, вам хорошего дня было ответить. До новой встречи. Спасибо, Эдуард. Вам тоже хорошего дня. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...